Второй тайм встречи между командами Класс и Гепард начинается при счете 2-0, передача в пользу команды Класс. Закономерный исход. Результат первого тайма. Но я думал, все было бы по-другому, не ошибись, грубо, Логвинов в середине тайма. Это позволило команде Класс уйти в отрыв. Сейчас начался второй тайм. Безусловно, надо что-то менять. Логвинов появился во втором тайме на площадке. Безусловно, надо что-то менять сейчас в команде. Логвинов перехватил мяч. Проход правым флангом. Теряет Логвинов мяч. Логвинов, Петренко на площадке по животной Шевченко. Против первой четверки Класса. Я думаю, второй тайм поактивнее будет играть команда Гепард. Класс пока не меняет тактику. Также активно и начинает второй тайм. Весь первый тайм Класс играл активно. При боди мяча давал вести мяч и сразу накрывал. Но сейчас чуть ниже расположился Класс. Где-то в середине площадки. Не рискует подопечная Александра Кузьминка. Но я думаю, это указание тренера. Не рисковать. Посмотреть, какие действия предпримет команда Гепард. А она во втором тайме начинает встречать выше. То есть поменялись ролями сейчас во втором тайме. Класс садится к центру поля. Гепард начинает сразу же прессинговать. Ну, эта тактика привела к успеху в первом тайме команда Класс. Под прессингом ошибся Логвинов. Нельзя сказать, что Логвинов бездавно сыграл. Его вынудили ошибиться. Бондарь по передаче на Водосюка. Петренко сыграл напережение. Киселев. Бондарь. Не прошла оригинальная передача Федосюка. Поживодько. На вынос играет. Бондарик сыграл напережение. Шевченко толкает спину. Довольно жестко. Стык. Где-то на 11 метрах. Штрафной. Посмотрим. Метров 14 до ворот. Но учитывая, какой силой удар обладают игроки класса, это довольно опасно. Киселевого мяча. Я думаю, будет бить прямым ударом. Нет, оставляет мяч Федорченко. Прямой удар. По-моему, был угловой. Все показывают судьи, да? Угловой. Ферпанов все-таки коснулся мяча. Бондарю мяча. Киселев. Федорченко. Не портал с мячом. Крепунул. Диагональ. Хорошая передача на Шевченко. Снова Сагайдаченко великолепно играет на выходе. Федорченко против Логвинова. Помогает ему. Подживутка. От Федорченко мяч ушел. Что показывают судьи. Тише. Судьи разбираются, от кого мы ушел в мяч. Лисакевич вмесался в данную ситуацию справедливо. Все справедливо. Мяч ушел от Федорченко. Атака Кигипар. Передача на Зинченко. Удар по воротам. Сагайдаченко вступает в игру. Борьба за инициативу во втором тайме. Иванов. Не столь активно играет. Класс во втором тайме. И сразу начали возникать моменты у ворот класса. Иванов. Выход зоны. Долгов. Ошибается. Литвинов. Иванов. Подобный. Борьба за мяч. Литвинов пытается пройти правом плане. Прострел. Снова борьба за мяч. Литвинов. Удар по воротам. Среализировал Сагайдаченко. Вот третий удар уже Сагайдаченко отражает. Угловой зарабатывает команда Гепард. Опасный момент. Заблокирован удар. Пять минут. Фиксирует фол. Первый фол. Беспорочный. Удар Хурсова не подготовлен. Третий удар уже Сагайдаченко. Парирует. После удара игроков Гепарда. Важный момент встречи. Если команде Гепард удастся забить сейчас мяч. Я думаю. Борьба обострится до предела. Не вступал еще Андрей Дупли в игру. Я смотрю активно разминается. Его опыт бомбардирский. Его качества должны помочь. Безусловно команде. Дожью выхода Андрея на площадку. Я думаю она не заставит себя долго ждать. Один из игроков на турнире. Который может решить эпизод. Казалось бы. Не представляющий опасности для ворот соперника. Забить мяч. Совершенно безобидной ситуации. Удивительный голевой. Чутью у Андрея. Поставлен удар с обеих ног. Передача на Долгова. Сейчас необходимы его качества. Бомбардирская команда Гепард. Ждем его выход на площадку. Передача на Зинченко. Опасный выход. Заблокирован удар. Цайдаченко прочитал эту комбинацию. Передача на Иваченко. Не проходит передача. Петренко. Позеводько. Ивадов. Да, вот. Сайдаченко за мячом. В атаке. Команда класса. Аут. Псайдаченко за мячом. В атаке команда класса. Киселев. Федосюк. Бондарь. Киселев. Борьба за мяч. Дальний удар. Восьмая минута заканчивается. Гепард перехватил инициативу во втором тайме. Сели на свою половину поля. Команда класса. Класс пытается играть на контратаках. Поменял на тактику во втором тайме. Появился на площадке Андрей Дубрий. Прессинг играет. Команда Гепард. Логвинов. Пытается забрать мяч. Ошибается. Федорченко. Логвинов. Логвинов. Проживодько. Логвинов. Проживодько. Великолепно играет Проживодько. Выигрывает Бондаря. Я думаю, будет отложенный фол. Опасный момент. Прессинг. Петренко. Непонятно, что делал. Отложенный фол. Желтую требуют игроки Гепарда. Справедливо, наверное. Федорченко обрывает Поживодько. Ну, а сейчас желтая будет. Нет, без желтой. Ну, все на грани, конечно, желтой карточки. Беспорочный принимает такое решение. Дает играть. Но это его право. Определять момент и считать, есть желтая или нет. Ну, сейчас он последовательный, ни в предыдущем, ни в этом желтую карточку он не дал. Киселев. Федорченко. Удар поворотом. Опастейший удар. Одну и ту же комбинацию. Второй раз подряд делает команда класс. Опасные удары Федорченко. Ряпунов с трудом их отражает. Бондар с мячом. Ряпунов вступает в игру. 10 минут... 15 минут до окончания встречи. По-прежнему 2-0. Содержательный футзал мы сегодня с вами смотрим. Два варианта тактических в обороне применяют команды. Зонную оборону сейчас играет команда класс. И прессинг в исполнении Гепарда мы видим. Сейчас Бондарь опасно пробил головой. Перекладина спасла ворота Гепарда. Это животик. Хрепунов. Не доходит передача для дуплея Федорченко. Борьба за мяч. Нет фола. Совершенно справедливо. Хрепунов вступает в борьбу. Иванов. Здорово сыграно. Поддубный хорошо сыграл. Откинул. Разведил обстановку. Головой мастерски сыграл. Откинул мяч Хрепунову. Три фола у команды Гепард. И один у класса. Сейчас борьба идет на грани фола. Курцев обыгрывает Зинченко. Опаснейший удар. Было касание вратаря или не было? По-моему, было. Судьи не зафиксировали касание. Зинченко. Фолл фиксирует беспорочный в сторону. Ну, Гепарда, четвертый фолл. Долов. Курса в борьбе с Зинченко. Зинченко выигрывает борьбу. Опасно. Не доходит мяч до подобного. Зинченко пытается команда выйти. Гепард. Неточная передача Долгова. Подобный. Литвинов. Удар поворотом. Что фиксирует суди. Главой. Отворот показывают суди. Саядаченко. Иванов. Фолл на Иванове. Кравченко фоллит. 4-2. Как бы полагалось, обострилась борьба во втором тайме. Борьба идет на грани фола. Зинченко не удалось обыграть. Кравченко сейчас судим. Надо быть повнимательнее. Тяжелый момент для них сейчас в игре. Надо с ним справиться. Иванов. Против Курсова. Борьба за мяч. Свободный удар. Фиксирует беспоручная игра лежа. 11 минут до конца встречи. 2-0. Впереди класс. Бондарь. Саядаченко. Диагонально. Не прошла диагональ. Контратака. Иванов. Не удается обыграть в 1-1. Передача. Прострел. Главный удар. Второй ворот команды Класса. Зинченко. Великолепный удар. Немножко не хватило точности. Первая четверка у команды Класса и первая четверка у команды Гепарда на площадке. Иванов все-таки пытается переломить ход встречи. Берет игру на себя. Вот как сейчас. Берет поворота. Немножко не хватило точности. Судьи. Выход из зоны Бондарь. Повторить, наверное, дают судьи. Не вышел мяч за пределы шестиметровой зоны. Опасно. Сейчас играл Кравченко. Ей да, не потворил подвиг в кавычках Ловенова в первом тайме. Зинченко. Подубный удар поворотом. Без труда его Сайдашин ликвидирует. Бросает пара Федосюка. Выход 2 в 1. Не проходит передача. Подубный. Литвинов. Подубный. Обыгрывает Федосюка. Постраховал его Иванченко. Кравченко. Иванченко. Федосюк в борьбе с Зинченко. Борьба за мяч. Киселев. И третий мяч в воротах. Судьба встречи, я думаю, уже решена. За 9 минут до конца встреча еще становится 3-0. Подживодька. В единоборствах не уступает. Класс превосходят. В 1 в 1 борьбе. И это принесло им кик 2 мяча. И второй. И третий они мяч. Забитый после выигранных им жестких единоборств 1 в 1. Бросается в глаза. Поиндивидуально посильнее игроки класса. Это им приносит успех. 3-0. За 8 минут до конца встречи. Новый удар поворотом Кравченко. Мимоворот. По животе. Ошибается Дуплий. Удар поворотом. Крепунова справляется с ударом Долгова. Петренко. Багликов. Дуплий. Багликов. Выход. Не удалось прострелить на дальнюю штангу Багликову. Выход зоны. Кравченко. Хурсов. Кравченко. Долгов. Иванченко. Курсов. Кравченко. 1 в 1 обыгрывает по животу. Мечается в центр. Долгов. Пятый фол фиксирует Лисакевич. Петренко нарушает правила. Пятый фол. На пяти фолах команда Гепард. Тяжело будет отыграться в этой встрече. Шута Дегову надо сейчас менять. У мяча Киселева. Передача на Федосюка. Хорошо разыграна комбинация. Федосюку точности не хватило. Счет становится. Счет на табло прежний. 3-0. 6-10 до конца встречи. Счет на табло. Иванченко. Федорченко. Киселев. Иванченко. Федорченко. Здорово диагональную передачу сыграл Киселев. Митрий неудачно. принял мяч, мяч от Баглигау как видать пределы площадки Иванов не сдается, Гепард играет до конца дуплей не удалось ему обыграть Киселева Хрипанов Литвинов подобный не проходит передача на столба ну я думаю Одехов сейчас будет брать минутный перерыв все-таки пытаться будет как-то переломить ход встречи, наверное пятым пойдет Гепард Иванов Литвинов подобный потеря мяча класс вводит аут Псай Датченко выход из зоны не прошел у класса свою атаку начинает Гепард зацепился за мяч под Дубной против Киселева не удалось развернуть Киселева заблокирован удар Хрипанов мяч по-прежнему у Гепард аут ровно 4 минуты до конца встречи я думаю исход встречи решен попытаться еще ее спасти можно за 4 минуты но время у нас грязное на турнире я думаю уже времени не хватит у команды Гепард пока не идет на тактический вариант с пятым Федосюк прострел не точно Хрипанов Петренко не проходит диагонально Литвинова Налов Кравченко Иванченко Конихов появился на площадке под вторым номером в команде класс за 3 минуты до конца Иванов Петренко подобный проходит комбинация на третьего команды Гепард выход из зоны удается ошибается Кравченко Иванов не сумел переиграть Сагай Датченко выход в 1 в 1 Удар поворотом Поддубный борьба за мяч И 6-й фол Лисакевич фиксирует Плюс желтая карточка подкат сзади 6-й фол 6-й фол В мячах Киселев 10-ти метровый штрафной удар Терпенов против Киселева Мимо ворот Иванов Литвинов Дупли Отличная передача Перемудрил Иванов Давал Киселев Передачу на Петренко Наверняка Хорошо Все было задумано Но исполнила не лучшим образом Петренко Последняя минута встречи И Хрепунов Ошибается Конюхов Удар По Вонору Там Хрепунов На месте Литвинов Дальний удар Не точно Литвинов Выигрывает Набросов Киселева Сумел Литвинов Сохранить Мяч Для своей команды Дупли Цепляется За мяч Андрей Пытается Все-таки Ударить Поворотом Тяжело С места Ему Выграть Федорченко Но все-таки Иванов Я думаю Лучший Сегодня В составе Гепарда Нанес удар Поворотом Сайдаченко На месте Ну все Сработало Сегодня В классах Когда было Тяжело Выручил Команда Сайдаченко Я думаю Во всех Компонентах Сегодня Был класс Сильнее Заслуженно Побеждает В этой встрече Спасибо Внимание 3-0 С таким Счетом Окончилось Сегодня Еще